Даже вот честно вам скажу, пацаны, больше хотелось бы негативных комментарий, потому что они мотивируют просто разъебать, нахуй, похоронить, блядь. 1910 коэффициент два грузчика большой кузов с минус 6, блядь. Поехали, конечно, корпоративный заказ. Ехали на Выберско, друзья, на улицу Джаникидза, вот, будем выгружать 70 самокатов, сейчас ожидаем человека, который покажет, что куда. Ты хули-то снял говно, ты, блядь, снимаешь говно, призна это. Ну и вот что, пацаны, он такой плек в эту лужу, знаете, намочился такой, подорвался, ну, расстроился, попиздал домой, да. Ну что, мужики, поначалу из данного видеоролика вы поняли, что он будет, как всегда, топовый, как всегда, очень интересный, и стиль, как всегда, на уровне мы раздали. Обязательно оценивайте его своим лайком, если вы хотите продолжить его просмотр, пишите свое мнение в комментариях, не забывайте его писать по итогу. А также подписывайтесь на наш YouTube канал. Желаем вам всем приятного просмотра. Сегодня у нас 18 апреля, друзья, мы прошли фотоконтроль и направляемся ближе к центру, для того, чтобы поработать по Яндексу. По коэффициентам у нас все слабовато, но это нас не пугает. Будем брать заказы, по возможности, с двумя грузчиками, по возможности, с коэффициентами, если они будут, если не будет, то будем брать зеленые и узнавать, что повезем и так далее, и тому подобное. В общем, мужики, все как всегда. Говорят, здесь не хуй ловить, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Пробитаны бытом и пылью, сказку сделать былью, и время шепчет алкилью, но мы мутим то, что помогает жить нам. Здесь даже солнце не видно, и сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов. На ботинка грязь с пылью, и сына может спасти, маза вовремя полива скинуть. Мало тех, кто, если че, прикроет спину, и сила в том, чтобы надеяться... 1910 коэффициент, два грузчика, большой кузов с минус 6, блядь. Поехали, конечно, корпоративный заказ. Немало людей сгинуло по приговору с удалива через киллера... До подачи 11 минут 5 километров. Конечно, вы знаете, что с сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Поэтому Эксперт Парк недавно запустил программу для работы парковым самозанятым. Эксперт Парк – это крупнейший партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Заставка в России, а также сотрудничество с Яндекс.Едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк прозрачными и выгодными условиями работы, я рекомендую вам Эксперт Парк. Эксперт Парк 2.0 – это... Это сниженная комиссия, а именно 40 рублей в сутки. Также автоматические ежедневные выплаты без комиссий. Это 4 сервиса моментальных выплат с минимальной комиссией в 2%. А также бонус за каждого привезенного друга в размере целых 1500 рублей. Также присутствует круглосуточная квалифицированная техподдержка, а также колл-центр. Также есть возможность работать как физическое лицо с комиссией Парка всего лишь, друзья, 50 рублей в сутки. Если же у вас остались какие-либо еще вопросы, то обязательно обращайтесь в техподдержку Парка или же звоните в колл-центр. Все контакты я оставлю под этим видео. Обязательно подключайся и работай с лучшими. Алло. Здравствуйте, Яндекс.Доставка. Подскажите, что повезем, что к перевозке будет? Здравствуйте, самокаты, электросамокаты. Электросамокаты. А много, да? Еще раз. Много? Смотря какая у вас машина, надо будет смотреть. У вас цельнометаллическая? Нет, не цельнометаллическая, с боткой. Ну, наверное, штук 50-60. Хорошо. Все, ожидайте минут 10 до вас ехать буквально. Ага, все, хорошо. Что с этого будет, хоть какой-то выход. Выхода не видно, не ходил на выборы. Им все равно, на чем клясться, на Конституции или Библии. Они голосят о свободе на митингах, рассматривая страну как фирму, просчитывая прибыль. Что, мужчины, да, с вами я не поздоровался. Всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличного настроения. Все, кто будет кушать, приятного аппетита. Да и все, наверное, парни. Что хотел вот добавить, что-то мне на ум пришло. Смотрю, уже во многих чатах стоим. И там в основном чаты, люди работают на малых кузовах. В основном это Lata Largus, но также и другие автомобили. То есть каблуки, там, Renault Kangoo, Citroёn Berlingo, Peugeot Partner. Ну, поняли, маленькие каблучки, вот. И я смотрю, у них, ну, как бы уходит там, да, ну, по-разному, понятно, сколько ты отработал. Ну, то есть, грубо говоря, там, 5 заказов, типа, там, 4 800 или 5 заказов 5 500. Ну, вы, то есть, понимаете, да, сколько манипуляций нужно сделать. И я иной раз думаю, блин, ну, как бы уже давно что-то хочу, там, купить еще одну машину, типа. И на этой, ну, как бы работать, и на этой, вот. Ну, и на этой работать, и на этой выходить. А потом сам себе думаю, блин, ну, это же чепуха. Когда я привык, да, можно с одного заказа 10 тысяч сделать, или с одного заказа 4, 4 500. Вот, да, пускай это на двоих, но просто, пацаны, меньше трудозатрат, меньше, как будто бы, геморроя. Да, здесь заказы в большом кузове не так сыпятся, как в малом. Есть такое, пацаны, это и, ну, не будем лукавить, не будем скрывать. Но, вот, честно, для себя я понимаю, что, ну, хорошо, там, где нас нет, и вот сядь сейчас мы с братом на этот маленький кузов, там, на Lada Largus, либо там еще какой-то автомобиль, там всего лишь будет два места. Место для клиента будет всегда занято, это постоянные будут отмены, конфликты. Ну, зачем это надо? Да и просто, ну, как бы, когда ты здесь можешь с одного заказа сделать, там, 10 тысяч, да, и поехать вообще на расслабоне домой. Либо тебе целый день, как сраный веник, там, гонять и так далее. Ну, как будто, вот, честно, парни, когда, ну, все время работал на машине, на машине, на этой большой опыт, и свои клиенты. Просто, ребят, нет в этом необходимости, поскольку за автомобиль нужно платить страховку, автомобиль нужно обслуживать, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, а какой смысл, когда, вроде бы, и на эту работу всего хватает, как бы, и пока, как будто бы, в этом нет необходимости. Ну, а если все-таки мы решим, мы это все расскажем, покажем, и все как-то так, братцы. Говорят, здесь не хуй ловить, но, но мы, мы в собственном ритме, мутим то, что помогает жить нам. Пропитаны бытом и пылью, здесь письма, сказку сделать пылью, и время шепчет алкилью, но мы мутим то, что помогает жить нам. Все, загрузили 70 штучек, вземка отпуска и выезжаем. Все, мужики, загрузились, как вы увидели, мы загрузили 70 самокатов и 70 крышек, получается, к ним для аккумулятора. Вот, едем на улицу Ордженикидзе, ехать у нас, сколько, чаще путь, вот, 42 минуты, 20 километров, 19. По предварительной стоимости, что показывает, друзья, 4,5 тысячи показывает. Опять же, включая платное ожидание, еще и на точке выгрузки небольшое, может быть, накапает практически до 5, где-то так, плюс-минус. Вот, ну, поехали. Как же печально видеть державу, погруженную в отчаяние, и тут без панту врачевать нас умными речами, мы бы охотно пообщались с вами в чате, а пока кнутые пряники, погоны с печатями, рыбчина, за которую готовы отвечать мы. И пока мы не отвечали, старчавшись окончательно, качаем за свое, так-то, гражданин-начальник. Здесь даже солнца не видно, говорят, здесь не хуй ловить, но мы, мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Приехали на выгрузку, друзья, на улицу Дженикидзе, вот, будем выгружать 70 самокатов, сейчас ожидаем человека, который покажет, что куда, и, похоже, ребята, здесь тоже нам будут помогать. Да, в общем, мужики, мы выгрузились, по сумме вышло 4,950 заказ, поскольку заказ был корпоративный, мне все еще предлагают наклейку эту сцена. Комиссия 7, ну, только парка, комиссия только парка, и снизу написано оплата корпоративной. В целом, все, выходим снова на линию для того, чтобы словить еще что-либо. На улице пошел небольшой дождик, но я думаю, что это не будет нам помехой. Коэффициенты чуть-чуть перестают гореть, опять же, это не будет, наверное, помехой. ПОСНЫХ КРЕСТЬЯН И ждать рестайлинга не вариант, либо покорно в стойло, либо ковылять в кандалах. Эй, гражданин начальника, корона не жмет, эта ложка дегтя, ваш липовый мед. Может, я дурак и разобью об эту стену лоб, но не по мне хавать это фуфло. Так-то Здесь даже солнца не видно, Говорят Здесь нехуй ловить, но Но мы Мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Пропитаны бытом и пылью Здесь без мазы Газку сделать пылью И время шепчет алкилью Но мы мутим то, что помогает жить нам. Здесь даже солнца не видно, Говорят Здесь нехуй ловить, но Но мы Мы в собственном ритме 560 коэффициент, два дольщика, большой кузов с минус 6. Принимаем, да? ПОСНЫХ КРЕСТЬЯН Так-так-так-так-так-так Что тут у нас? Безналичная оплата. Вход в арку с армянского переулка Далее прямо до конца двора На первом этаже стеклянные двери Так, сейчас все посмотрим Следующая точка – рабочий поселок Какой рабочий поселок? Можайское шоссе Сейчас, пацаны, все посмотрим, все проверим, все оценим Масштабы Компаду уводит, да? Коденцово Алло? Да Здравствуйте, Яндекс.Доставка Подскажите, пожалуйста, что к перевозке будет? Что повезем? Ну, всякое видеооборудование Фон, камера, свет, реквизит А много будет? Да нет Просто фон длинный, 20,5 метра Так вы вызвали обычный пакет А подскажите, пожалуйста, там ограничений по высоте у вас нету? То машина большая? Нет, в арку не заехать Надо будет перед ним встать Перед ним встать А проносы небольшие, да, будут? Кто? Проносы небольшие будут? Ну, а так и до, там, вот, ваше место Нет, нет Там двор маленький, почти Хорошо Ожидайте, тогда едем Как-то так, мужики, повезем музыкальное оборудование Единственное, что, вот, видишь, пробок нету, оно потом кидает коденцово Точка будет Все равно поедем Сейчас покажу, сколько там ехать Как всегда эта хуйня тупит, блядь А, вот, подавать 3 километра всего лишь Да А что, Димон, сказал он мало, а то это меня... Сказал немного, но... Немного Немного, просто там позиции 2,5 метра Да, да Так бы они, говорит, вызвали обычное такси Вот А, ну, шикарно Все, вот, друзья Там, похоже, вообще несколько позиций будет А то этот у нас свой клиент написал О, у нас еще и свой клиент написал А то, да, после этого сразу полетим тогда, успеем Успеем, да, все Все нормально Ну, вот такой день был, пацаны А то, блядь, может Так, все, ладно Все, ладно, мужики, не будем медлить Поедем Когда я смотрю на небо, я летаю Вот такой вот заказ у нас, мужики, больше вещей нету Большой кузов был заказан из-за вот этой вот штуки Которая 2,5 метра влюблена И все, будем выезжать отсюда Машина припаркована, как всегда Так, конечно, не заехать Ну, что, друзья, загрузка прошла успешно Навигатор мой сходит с ума Как обычно это бывает в центре Москвы Вот, ехать до точки B 21 километр 43 минуты Когда меня запомним о молодых Я навек без кнопок ли Дябели Когда я смотрю на небо, я летаю Когда я смотрю на небо, я летаю Когда я смотрю на небо, я смотрю на небо Смотрю на небо, когда я смотрю на небо, мама, я летаю Все, мужики, закончили быстренько выгрызку. Будем направляться к своему клиенту, и вот, закрываю заказик, что у нас тут получится с линии я уже вышел, 5052 рубля грязными, но считало ему тоже достаточно неплохо, я бы сказал, неплохо-неплохо, минус 1300 сборов, это получается 3 800, да? 700, 800, что-то такое, как будто, 5, 552, короче, 8 600, 8 600 двух заказов, и направляемся к своему клиенту, тоже немного позже, сейчас все покажем и все расскажем, сейчас узнаете, куда едем и вообще, что к чему. Ну что, мужики, а вы помните это место? А вы помните это топовое легендарное место? Нет, не помните? Приехали мы, мужики, на склад в ЮНИЕКО загружаться коробками, которые повезем на ГИНСК. Да, только для нас, так же, как и для вас, будет сюрпризом количество этих коробок, обычно мало, но в этот раз тоже посмотрим. Типа обычно, ну, типа 20, бывает 12, 15, 21, 23. Вот. Что по стоимости, сейчас, пацаны, сразу покажу, чтобы не забыть. Да, чтобы не забыть. Вот. Ну, вон 11, 600. Вот, мужики, 11, 600. Ай, блядь. А что? А вот, пацаны, 1,600. 11,6, 400 рублей. Не знаю, видно вам, не видно, да. Ну, вот так вот, пацаны, такой стиль. Такой стиль, такой, снова 20 тысяч касса. Будет по итогу. Ну, к сожалению, не 50, как у пацанов на Матизах. Да, да, не 50, конечно, как у вас. А лучше бы хотелось бы 100, как у вас. Да, ну, а с Матиз, у нас просто не Матиз, Ситроен. У нас нет Матиза. А за Ситроен столько не платят. У нас нет Матиза, пацаны. Только за Матиз могут столько заплатить. Мы потом купим, когда-нибудь. Да, и то раз в жизни могут заплатить. Один раз в жизни. И то, если хорошо будешь себя вести. Если маму будешь слушать и кашу кушать, тогда могут заплатить, а так нет. Все, мужики, попиздил и открывать машину, короче. Короче, мужики, что у нас? Мы уже загрузились. Везем 6 коробочек буквально. Я, к сожалению, не поснял, поскольку там, получается, люди со склада повыходили и стояли. Ну, такое, как бы, не очень комфортно. Не стал я заниматься хуйней. Вот, едем 70 километров, 2 часа. 18 минут по навигатору показывает. То есть, в 8 часов будем там. Ну, а там уже это покажет. И оптима тоже вам на месте покажем. И все остальное тоже покажем. Все, мужики, попиздили. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелется, колеса крутятся. Правда с улицы. Эта тема не для программы. Умники и умницы. Эта тема на Первый канал не купится. И останется там, где остается улица. Ты прав, бра, у каждого своя. Правда, центр Москвы. Или далеко за пределами МКАДа. Моя правда. Надеюсь, тебя хоть немного останется. Да, может. Что, парни, еще в очередной раз хотелось бы добавить. Вы же знаете, что топовый стиль, топовый уровень должен оплачиваться только топово. И никак иначе. За это вы нас и любите. За это вы нас и обожаете. И не только за это. Да, всех обнял-поднял по традиции. Лохов, блядь, вон, видите, да? Лужи, вон, вода, блядь. Над лужей, короче, пацаны. Именно начал подкидывать. Ну, обнимать, поднимать, подкидывать над лужей, блядь. Нормальных, ребят, ловишь, ставишь на сухое. А лоха так, типа, как будто бы ловишь. И он в лужу плехается, и все. И смеешься, блядь, таки. Ну и вот что, пацаны, он такой плех в эту лужу, знаете, намочился такой, подорвался. Ну, расстроился, попиздал домой, да? Шел-шел домой, уже к дому подходить. И, блядь, дождь моросит уже весь грязный, уже настроение плохое. И еще ко всему, к этому машину фура пролетала и, блядь, еще обдала его этой. Служи грязью. Вот так, у лохов всегда так, пацаны. Еще что, пока едем. Сейчас у меня как-то мысля посетила, вот, ну, едем что, как бы, дорогу я знаю, знаю, где камеры, где 60, немножко сбрасываешь скорость, где 80, 90, там немножко набираешь скорость. Так, чему клонил? Смотрим, короче, видос. Там, блин, не знаю, будет это им как реклама, не будет это им как реклама. Да, не будем мы даже называть это. Да, да, ну, просто там, пацаны, ну, ни о чем, да. Блядь. Блядь, смотришь, пацаны, ну, невозможно смотреть, вот. Вы знаете, что я себя люблю, мой брат себя любит. Но, пацаны, блядь, ну, просто реально, ну, просто как знаешь, уничтожили всех. Просто, ну, как будто бы вот после нашего видео просто, ну, не хочется никого смотреть, вот, реально, мужики. Не выделывалось, уже даже, ну, нет, вот, не с кем посоперничать, не с кем поконкурировать. Мы изначально, когда залетали, ну, мы такие немножко более, знаете, не просто что делаешь, блядь, не понимаешь для чего. Мне интересно этого убить, уничтожить, переиграть, как бы, человека. Вот, интересно просто его, блядь, похоронить. Ну, допустим, я, как бы, так живу. Если мы уходим или за что-то беремся, только мы должны лучше всех делать, только мы, а вот только одни мы, блядь, это все говно. Ну, к чему клоню, что, пацаны, правда, ну, невозможно смотреть. Какие-то все как мертвые, понимаешь, он как будто, нет у него никакой, блядь, никакой-то ни харизмы, ни жизни, ничего нет. Он так говорит, как будто его, блядь, заставляют это делать. Вот, понимаете, нет ни вступления четкого, ни кульминации нет, ни, ну, ни четкого, ни четкой классной, сочной концовочки нет. Просто, блядь, ну, как ты смотришь, ну, нет такого, как бы, наслаждения. Вот, поэтому, мужики, ну, блядь. Соберитесь, пацаны, да, хочется с кем-то посоревноваться, просто не с кем, блядь, дайте нам больше мотивации, просто, да, уже всех уничтожим. Есть ребята, которых можно, там, опять же, упомянуть, и которых мы упомянем немножко позже, мужики. Мы их переиграем, блядь, мы их уничтожим. Но, то, что мы вот, мы сейчас вот наблюдали, но мы не будем это называть, потому что... Да, блядь, шляпу, блядь, мужики. Ну, двумя словами скажу, это тоже два человека снимает, и вот, тоже Яндекс Грузовой, вот, ну, короче, пускай это вот будет вот так вот. Блядь, ну, это, сука, невозможно смотреть, нахуй, ебаный, вот, то вот просто езжу, ебу, вот здесь засыпаю сейчас, блядь. Как знаете, пацаны, есть же, да, всякие, там, не знаю, музыка для сна, видео для сна, где дождь идет, тапает, барабанит, там, ветерок тихо, где так птичка чирикает. Блядь, это вот, как будто вот это вот, я смотрю, нахуй, типа, блядь, да где ж не хочу спать, ну, нахуй. Тут, блядь, ну, как, может, не знаю, может, я просто сам по себе такой человек, или мой брат, ну, мне как будто больше хочется какой-то жизни, больше какого-то чего-то. Как будто, блядь, ну, все какой-то такой, знаете, как... Опять же, мужики затронули эту тему по поводу вот этих вот подражаний и так далее, да, поскольку, поскольку я ролики монтирую сам, то есть более детально, более, как бы, вот это все я вижу и более все вот это вот понимаю. Реально, очень многие стали подражать, замечаю, и, блядь, не буду говорить, в чем именно, как именно. Во многом, во многом. Во многом, и что, фразы повторять, которые мы можем где-то там произносить в своих роликах, что вот в плане камеры, в плане съемки видео. Мужики, ну, наоборот, могу сказать, что это только, блядь, только мотивирует, только, ну, как бы, поднимает, так скажем, настрой, постольку, поскольку я понимаю, что идем мы в правильном направлении, вот. Если тебе пытаются подражать, то, значит, ты не просто так, ебучая вот эта вот букашка, блядь. Скажу, что, когда тебе завидуют, это наоборот. Да, ребят, вы, ну, реально, побольше, я же говорю, мы рады как негативным комментариям, так и позитивным. Даже вот, честно вам скажу, пацаны, больше хотелось бы негативных комментариев, потому что они мотивируют просто разъебать, похоронить, блядь. Ну, вот, понимаешь, а когда, как будто, ну, все позитивно, как будто тебя, знаешь, поддерживают, у тебя такое ощущение складывается, что, ну, что-то тут не так, блядь. Как будто бы что-то не так, да. Ну, понимаешь, а наоборот, я же вижу, что, ну, многие завидуют, потому что, блядь, никто не показывает таких сумм, никто, блядь, так не умеет работать, ну, в Яндексе. Понятно, кто-то со своим клиентом, там уже, ну, другое дело, как бы. Ну, мы вам даже, когда и свои клиенты, я вот стараюсь, где, если можно, я подтверждаю это, я показываю. Так-то понятно, можно, да, своего клиента сказать, да, я там за 30, не за 30. Ну, как бы вы сами видите, что мы в Яндексе, блядь, стараемся не за кашу работать, а со своим, что я буду, нахуй, за 2000 рублей, блядь, со своим братом тягать какую-то хуйню. Вот, поэтому, мужики, ну, чё, приятно, когда, типа, что-то получается, вот. Кто-то еще пишет, да, типа, блин, пацаны, вы вообще как конвейером работаете. Ну, пацаны, блядь, а как достичь чего-то, если ты, ну, как бы, ленишься, ничего не будешь делать для этого. Или одно видео запишешь, и на неделю, или там, на месяц пропал, а потом вышел, и потом, знаете, удивляется, почему, блядь, канал не растет, а почему аудитория не прибавляется, и так далее, так ты, хули, ты снял, говно, ты, блядь, снимаешь, говно, признай это. И, понимаешь, блядь, и ты, ну, ты попробуй так сделать, так у тебя духа не хватит, нахуй, так сделать, дружище, ебаный в рот. Вот, это, во-первых. Во-вторых, что, во-вторых, во-вторых, я уже забыл, блядь, что хочу сказать, уже мысли, нахуй, попутались. И, во-вторых, и так, блядь, да хуя сказал. Уже, нахуй, наговорили, хуя, вот, ущупляет. Просто радуемся вам своим, блядь, стилем искрометных. Это, сука, качество, оно будет продолжаться, будет нарастать, вы будете только охуевать, и никуда от этого, ребят, не деться. Просто, если кто-то прям уж сильно завидует, братцы, зависть, это плохое, как бы, чувство. Ну, плохое, как говорится, что, ну, качество, качественное. Поэтому, пытайтесь бороться, мужики, ну, не переиграть в нас, не переиграть в этой сфере, да. Просто, пацаны, примите это как должное, ну, что поделаешь, разъебать. Не всем же разъебывать, правильно, блядь, кому-то ныть сидеть, а кому-то каждое видео разъебывать. Кому-то бабки зарабатывать, у кого-то получается, блядь, у кого-то и на Ларгусе получается. Ну, вот мы на месте, мужики, находимся у этого легендарнейшего пандуса. Вот, привезли, сколько, 5 коробок, 5 и вот 6 маленькая. Все, в общем, это вообще. Ну, что, мужики, двигаемся домой, вот такой вот какой-то выдался видеоролик, вот такой вот какой-то выдался стиль. Топовый стиль, мощный стиль и топовый уровень, все как обычно. Обязательно оценивайте это видео своими лайками, не забывайте писать в комментариях, какие мы убруй, ёбки, ублюдки, нахуй, шлепки, блядь. Мне очень приятно считать ваш высер в свой адрес, продолжайте в том же духе, и у вас ничего в жизни не изменится. Будьте лохами. Будьте лохами, как всегда, как обычно. И все у вас будет как у лохов. Не-не, вот так. Пацаны, продолжайте делать то, что вы делаете, и оставайтесь лохами все время. Все, всем пока. Опять же, славы, ребята, понимают, что это не им адресовано. Вот, ну, как-то так, мужики. Что сказать, что добавить? Что добавить? Опять же, пытайтесь переклюнуть этот лютый стиль, но всегда знайте, что подделка никогда не будет оригиналом. То есть, подделка никогда не сможет переплюнуть с оригиналом. Всем удачи, лохи. Будьте здоровы. Немножко, мужики, соображайте, кого вы пытаетесь переплюнуть, блядь, с ебаным ротом. Перед вами Дмитрий сидит, Олегович. И Александр Владимирович, ебаный рот, блядь. А это вам, блядь, и хуям. По лбу стучать себе. И хуям бить. Самому себе, блядь. Да. Хуянущик. Все, мужики, все. Все, не разумно вас и нулю. Так трудно верить, когда на сердце столько ран. Можно запутать всех, но себе не вариант. Брать, хотел понять жизнь. И как наверняка есть прямая, но я продолжаю спетлять. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится. Колеса крутятся. Дорога стелится.